Всем привет! Пользуясь случаем, поздравляю всех подписчиков и зрителей канала с наступающим Новым Годом! Желаем вам выбрать для себя единственное верное решение строительства вашего дома и не отступать от него, а также финансового благополучия для реализации ваших планов. Этот обзор давно собирался сделать, но не было возможности именно ждал, когда будет холодная пятидневка. Сейчас на улице ночью от минус 18, днем от минус 9. Вот примерно такой диапазон температуры и мы сейчас в этом обзоре покажем, какая реальная температура в техническом подполье старого дома, который построен в 1946 году. Как, какая температура грунта там увидим. Грунт именно в техническом подполье этого дома, он на уровне грунта именно улицы. все в ноль, он даже ни на сколько не углублен. Итак, если там сырость, какая температура стен, какая там влажность, мы в этом обзоре все увидим. Этот дом не утеплен снаружи, сразу говорю. Верхняя не заглубленная цокольная часть. И также это не утеплен фундамент. Это видео для тех, у кого нет возможности построить дом с цокольным этажом или нет желания иметь цокольный этаж. А также для тех, кто хочет более теплый дом. Особенно советую посмотреть тем, кто отапливается не газом, а электричеством, палетами, углем или другими каким-то энергоносителем, который дороже намного газа. В этом обзоре мы развеем миф. А этот миф как под копирку, все повторяют даже запятую. Забывают это переставить с одного места на другое. Что дома с техническим подпольем это самые холодные дома. Надо сверху технического подполья, если ты сделал, утеплять потолок утеплителем. Это первое. Второе. Что там влажность, что там сырость и там возникновение всяких грибков, болезней. И плита перекрытия, она сгнивает намного быстрее, доходит там угнение арматуры, чем если просто засыпать именно грунтом все внутри, вот как показано на этой картинке и по грунту залить плиту. Или просто сделать это у ШП или плиту фундамента также утепленную. При таком решении, как показано на картинке, кстати, посмотрите сколько нужно дополнительных денег положить, засыпать песком гидроизоляцию, потом утеплитель положить. Все это на самом деле нет необходимости делать, если все правильно сделать. И у нас грунт имеет всегда относительно какую-то влажность. Капиллярная влага всегда будет подсасываться в плиту и в таком случае гниение арматуры наступит намного быстрее, чем вот в такой конструкции. Давайте поговорим о плюсах технических подпольев. Это у нас воздушная прослойка. Воздушная прослойка это тоже самое утеплитель. Если мы снаружи сделали правильное утепление фундамента, наземные части цокольной и цокольной части здания, не ниже нормативной, как зачастую делают в два раза. Вот у нас, например, нормативная, даже она доходит до предела нормативных, ну, 100 мм эксклюзивный пенопластирол, зачастую просто делают 50 мм, а потом говорят, вот у нас в подвале холодно, у нас там сыро, то есть делайте так, чтобы было нормативное утепление хотя бы. У кого есть возможность сделать выше, делайте выше, это будет лучше, особенно те, кто отапливается электричеством. И этих проблем не будет. Одна из причин в сырых подвалах технических подпольев это неправильное утепление. Вот видите, стена, скорее всего, она холодная, возможно, мне кажется, даже она вообще не утеплена, и там собирается на ней конденсат, и вот она влажная такая. Если бы там была плохая гидроизоляция, то сырые были бы швы, а сам блок, он бы был бы все равно сухой. Так что надо утеплять снаружи по нормам и не экономить на утеплителе, потому что это все перейдет в вашу конструкцию в зданиях, весь этот холод, через фундамент. Еще одним преимуществом, если мы будем иметь техническое подполье, это, помимо теплопотерь, это разводка всех инженерных коммуникаций. Высота технического подполья достаточно метр двадцать, метр тридцать, чтобы спокойно развести все инженерные коммуникации, а также их потом ремонтировать или делать какую-то ревизию. что такое, что можно провести в техническом подполье. Это интернет, это электричество, это водоснабжение, канализация и отопление. Что нам дает техническое подполье? Это мы можем поднять здание на высоту один метр. Но высоту можно и меньше сделать, и тут можно играть. Фактически мы снимаем уровень грунта, если мы сняли его на двадцать сантиметров, то фактически мы поднимаем здание на один метр. Если наша цокольная часть один метр от уровня грунта, значит наши окна также поднимаются на один метр. Тем меньше мы находимся в обзоре посторонних глаз. Чем ниже окна, тем лучше нас видно. Это тоже как бы преимущество, если мы делаем техническое подполье. Вообще по нормам центрального региона России, так как у нас здесь еще есть снег, надо поднимать минимум 0,5 метров. И кроме того, мы обеспечим сразу изоляцию перекрытия подвала от негативных воздействий, защита обшивки от повреждений механического характера, ограждение фасада от загрязнений, обеспечение полноценной вентиляции и повышение теплоизолирующих качеств, которые мы уже сначала обзора начали говорить. Кроме того, цокольная часть придает дому эстетическую привлекательность и завершенный облик. А тут это тоже как бы надо учитывать при проектировании дома. Ну а теперь, сейчас мы померяем температуру и смотрим решение. Итак, чтобы сделать техническое подполье сухим и теплым, нам достаточно всего лишь одного радиатора восьмисекционный, высотой 43 см. Это у нас объем в кубах, который он здесь обогревает 72 куба. То есть, дом 6 на 10, высота метр двадцать, от метр тридцать где-то так колеблется, где-то метр десять она. Ну, примерно возьмем метр двадцать. Вот температура у нас радиатора и сейчас мы даже дальше посмотрим, какая у нас температура грунта, какая температура стен и какая температура, самое интересное, потолков. Представьте, эти потолки у нас из монолитного железобетона. какая температура там и в итоге, в итоге мы поймем, что нам не надо никакой здесь утеплитель не ложить. Достаточно одного радиатора и фактически, фактически, мы подогреваем нашу плиту перекрытия. Вот смотрим, какие у нас температуры. Вот наводим на угол, двадцать с чем-то градусов, двадцать два, двадцать один, вот угол противоположный. Плохо видно, но извините за качество съемок. Можете делать стоп-кадр, чтобы вам лучше увидеть. Вот здесь у нас пятнадцать градусов, девятнадцать, это самые дальние углы, девятнадцать, шестнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, двадцать один, это уже ближе где-то к разбудке отопления. Давайте посмотрим дальше. Температура потолков, так вот, сначала вам те стены проверим, двадцать градусов, и вот наша температура двадцать шесть, двадцать шесть. Вот представьте, это все тепло собирается и передается в железобетонную плиту перекрытия. Нам фактически утеплитель уже там не нужен. Мы там делаем теплые полы, просто прямо на бетонную плиту и стяжку. Так как у нас теплопотери через плиту перекрытия между техническим подпольем и первым этажом, они нулевые. У нас даже отсюда идет тепло. Вот давайте посмотрим температуру грунта. Это у нас зона номер один, восемнадцать градусов, стена восемнадцать, зона номер один, вот даже дальше двадцать один, двадцать один, двадцать один. Но это земля. Если будет плита, плита здесь, кто делает плиту по грунту, то ее надо обязательно снизу утеплять и снаружи тоже. А если у нас просто песок, так как он у нас тоже грунт считается как утеплитель, то в принципе ничего не надо. Многие как бы считают, что под домом должна температура быть семь градусов. Вот мы видим наглядно, что она у нас не семь градусов, она у нас в районе двадцати. Вот смотрите какой сухой грунт. То есть вот эта одна батарея, она высушилась здесь настолько, что видите, он пыль идет. То есть здесь нет никакой влажности. Если бы мы еще снаружи сделали утепление, здесь бы, возможно, температура была намного выше. Вот у нас влажность где-то сорок процентов, температуру не смотрите, термометр там давно не работает, но влажность чуть-чуть выше сорока процентов. Дальше сейчас мы, я вам покажу еще вот такую температуру в соседнем помещении. У нас тут перегородка есть, это все одно общее. Там тоже идет вот разводка везде, отопление по стенам. А так как конвекция воздуха и объем его здесь очень маленький, вот смотрим ту стену. Она тоже не утеплена. Их плохо видно. 23 градуса, 21 градус. Возможно, там на трубу и отопление попадаем, на разводку, 21 градус. В принципе, уже видите, как идет разводка труб кверху. То есть где они поднимаются вверх, там радиаторы стоят. То есть отверстие всего лишь надо сделать нам в плите. И подводка к радиаторам удобна. 22, 24 по центру вообще грунт. 24. Вот вы видите наглядно, что такое техническое подполье. Вообще такую разводку отопления у нас делают, наверное, с начала 2000-х годов. Но когда появились системы, это современная система отопления. И в принципе, каждый, кто занимается отоплением, практически все делают именно так. И в большинстве случаев ставят везде один радиатор. Кстати, даже вот эти радиаторы помогают от чего? У кого пучнистые грунты, то есть они изнутри нагревают фундамент. В фундаменте все-таки тепло. Но ставят, стараются по углам. И уже даже вот 4 радиатора по углам здания, потому что в основном пучнистые грунты поднимают здание именно с углов. Это типа противодействие им, если у кого-то уже сделана отмазка и утепление отмазки невозможно. Итак, мы видим наглядно, что здесь не сыро и сухо. Так что можете давать смело ответ в виде ссылки на видео диванным экспертам, которые дальше мониторы экрана ничего не видели, сидят на форумах сутками, годами. Не знаю, чем они там занимаются в реальной жизни. Но отношения к стройке многие никакого не имеют. Это видно по их ответам, которые они всегда там дают в комментариях людям. Итак, вот еще наглядно вам показываю, как сделать теплотрассу. Вот такие капсулы есть, продаются. В них можете заключить металлопластовые трубы по 2-3 штуки. Подача и обратка плюс горячая вода сразу в отдельное здание. И теплопотери очень низкие. У меня такая теплотрасса реально работает уже более 10 лет и все хорошо. В заключении, что хочу сказать. Если кто-то хочет ленточный фундамент и потом все-таки в техническом подполье сделать какую-то бетонную стяжку, лучше ее не делать. Оставить на самом деле лучше песок. И чтобы грязь на ногах не носить, во-первых, туда спускаться будете. Скорее всего, не чаще один раз будет, может два. Можно просто постелить деревянный настил и обо всем этом забыть. Потому что все-таки бетон, бетон, он обладает большей теплопередачей. И у вас будут все-таки зона там 2-3, она более холоднее. Лучше оставить просто грунт и ничего лишнего не затрачивать. Далее. Все, когда делать ленточный фундамент, у нас также делается он и посередине дома. Надо сделать специальный лаз, чтобы человек мог там пролезть. Это не очень сложно. Там заложить пенопласт, а потом его выбить или еще что-то. Но самое главное, чтобы мог человек из одного сектора пролезть другой. И также заложить нам сразу, чем больше, тем лучше, всякие футляры для прокладки именно инженерных коммуникаций. И также заложить футляры, там можно 110 трубы обрезки, там еще что-то для лучшей конвекции между всеми секторами. И если дом все-таки достаточно большой, там площадь в 2 раза больше, в принципе достаточно, наверное, двух будет радиаторов. Ну а сами считайте, сколько они затрачивают энергии. Именно газа, это минимальное в виде, вы видели реально температуру радиатора и видели температуру газового котла. То есть это самое, наверное, эффективное. Разводку отопления можно сделать не по стенам, а прямо по потолку. Это будет еще более эффективнее. Весь теплый воздух наверху. На ней еще добавок вот эта вся разводка, она его будет подогревать. На первом этаже не нужно никаких там плавающих полов, никаких утеплителей прямо на бетонный пол. Если монолитный железобетонный дом, то у нас будет это все передаваться еще и в стены дома. То есть поднятие вот этого теплого воздуха, она идет. И у нас как бы дополнительный нагрев стен внешних первого этажа, частично веточного вот этого нашего фундамента. То есть у нас теплопотери минимальны. Итак, для чего я это сделал видео? Чтобы люди наглядно понимали, что такое все-таки техническое подполье. И как его, и как вот единственное одно реально радиатор, вернее поставить один реальный радиатор, как можно кардинально его изменить. Итак, это видео сделано для того, чтобы продолжить видео. Дом 10 на 10. Сколько стоит с ленточным фундаментом? Сколько стоит на плите фундамента? И еще хочу добавить. Чем отличается плита фундамента, утепленная от технического подполья? Там у нас что получается? У нас пенопласт или экструзированный пенополистирол, который защищает от грунта плиту. Фактически он ее защищает, удерживает тепло. А здесь, когда мы открываем в летнее время венканалы, продухи, то мы получаем в техническом подполье тепло. И у нас пол также теплый только из-за того, что у нас получается, мы получаем летом заряд теплого воздуха туда, потому что у нас воздух здесь не остывший. Он также подогревает нам температуру плиты. И у нас пол на самом деле получается очень комфортный и теплый. Нам не надо лишний раз летом в холодную погоду включать какое-то отопление. При полах по грунту с утепленной там УШП или просто плита фундамента, нам в любом случае придется включать полы для подогрева. Так как плита она только удерживает тепло, которое у нас получаем. Мы это сверху, но она не получает тепла снизу. Ну где-то как-то так. Еще раз всех с наступающим новым годом. И не забудьте подписаться на канал, диванным экспертом показать это видео и поставить лайк. До новых встреч в новом году. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok